Доброго денёчка, мои дорогие товарищи, друзья, девчоночки. Мы сегодня с вами будем разбирать гардероб. И вновь, да, мы будем разбирать гардероб. Да, разбирать гардероб. Возможно, это кого-то уже достало эта тема, потому что меня раньше просили постоянно снимать гардероб. Сейчас, возможно, мы уже его слишком переразбирали. Но у меня есть вот это вот отделение, отсек. Так, и он у меня живет, как и другие все отсеки. И, в общем, здесь есть платье, какая-то зимняя одежда, и здесь есть обувь, и ещё что-то там. Короче, я не буду разбирать всё. Мы разберём низ, потому что меня кто-то из вас спросил разобрать обувь. Вот, поэтому мы сегодня будем с вами разбирать то, что внизу. Там будет много обуви, но не только обувь. Короче, давайте поехали. На самом деле у меня в этом шкафу много обуви, которую вы могли ещё даже не видеть на мне. Я даже её сама ещё не надевала, и, может, даже и не мерила. Здесь есть вот такой вот очень мягенький. Я вообще его случайно обнаружила. Это такое довольно прикольное, на самом деле, комбезик на лето. Я в нём была где-то на Бали. Короче, прикольный комбинезон. Я вообще не знаю, где он был всё это время. Только догадываюсь. Приятно находить вещи, которые, когда я точно любила, потом про не забыла. Так, вот у нас обувь, кстати. Эту обувь вам мама уже показывала. 39 размер, ньюшик. Я хочу сказать, что они очень довольно удобные. Единственное, что... Прикольные, смотрите. Я думаю, на загаре будет круто. Единственное, что они такие полупрозрачненькие. Видите, такие нюдовые. Ну, короче, вот эти, конечно, догадайтесь. С одного раза колючки. Вот они довольно колючие. Но я думаю, что иногда можно надеть. Вот. Так крутые. Мои босоножки летние. Они такие полупокоцанные. Но удобные. Следующие. Вот я, кстати, даже еще не мерила. Вот такие вот бутсы. Их тоже, помните, если показывала мама. Пока я была в Монтенегре. Если мне нельзя пальчик, то они такая, опять какая-то вот такая. Я не понимаю. Вот знаете, вот когда в зеркало выглядишь хорошо, ты думаешь, классный сегодня вид. И когда начинаешь снимать, ты думаешь, блин, что вообще происходит? Это тот самый день. Так, вот. Ньюшиковские бутики. Не знаю пока, что там по размеру, на самом деле. Но они такие прикольные. Модные, короче, на лето обуви много. Главное, чтобы лето было. Потому что сегодня я вышла с весенним абсолютно стрейненьким. Как вы можете заметить, на улицу. Пошла сгорать в солярии. И у нас снегопад начался, конечно же. Я просто думаю, что вообще, мать его, происходит. Уже конец марта. Можно, пожалуйста, уже включить весну. Вот. Поэтому надеюсь, лето все-таки будет теплое. Далее тоже ньюшиковская обувь. Это такие бутики, такие под праду. Вот. Тут были кармашечки такие. Сбоку, как возможно, вы тоже помните, я эти кармашечки убрала. Потому что они бесят. Их сложно застегивать постоянно. Вот. И, короче, я не люблю закосок, вы знаете. Вот эти ботинки, они очень прикольненькие. Им уже 100-500 лет в обед. Но они такие, знаете, модные. Такие вот молодежные все еще. Потому что я их покупала, когда я еще сама была молодежью. Но они не очень удобные. У них скользит пятка. Потому что она какая-то тут как будто шелком прошита. Знаете, короче, неудобные. Ну, прикольно. О, нашла свою юбку почему-то здесь, кстати. Одна из своих юбок. Юбка-шорты. Это Заровская. Которую набираешь. И здесь как бы шортики. Ну, короче, я не знаю, что она здесь делает. Дальше у нас опять Мюшиковский купальник. Который вы тоже, скорее всего, видели на маме. Без примерки. Правда, вот я в нем, кстати, еще даже не снималась. Знаете, я померила. Он слегка мини по фигуре. Как будто просится чуть поменьше. Ну, как бы он нормальный, но можно было и меньше взять. Вот. Ну, вообще прикольно. Такой купальничек. Короче, я как-нибудь померила. Я вам покажу. Возможно, сниму, как я люблю. Какую-нибудь примерочку. На самом деле, я не знаю, почему-то разговариваю. Сегодня он какая-то вот как бабка. Знаете, я не знаю, с ними связано. А здесь очень много летней одежды. Возможно, я ее убрала. Потому что она летняя. А была зима. Я думаю, дело в этом. Просто уже, на самом деле, некуда все это класть. Поэтому это лежит отдельно. Я так и не знаю, что делать с мешком. Не будем, давайте, смотреть всю одежду. Потому что очень много. Так. Есть еще одни босоножки новые. По-моему, они, кстати, тоже удобные. Насколько я помню. Тоже неюшик. Вот каблук, на самом деле, вроде высокий. Но при этом он широкий. Еще такой прозрачненький. Видите, прикольно. Кстати, у них многие, смотрю, набойки прозрачные. Но вот эти ремешки, конечно, они такие довольно жесткие. На самом деле. А может, я их даже еще не мерила? Ну, короче, они прикольные тоже. В принципе, классно, что все в таких мешочках у них шик. Я даже не знаю, классный талант. Потому что, с одной стороны, я люблю обувь просто расставить, чтобы было видно. С другой стороны, вроде как... Или, знаете, оставить для перевозки. Когда куда-то едешь, вечно думаешь, куда засунуть обувь. Но я обычно кладу обычные полиэтиленовые мешки. Но я думаю, что можно будет класть вот такие. Итак, еще один мешок с летней одеждой. Оказывается, у меня ее вообще дофига. И, видимо, когда-то я уже делала разбор. Я даже не знаю, это одежда, типа, чтобы ее просто убрать подальше. Или что, я даже не знала. Короче, пока что, видимо, это на антресоли идет. Пока еще лето не началось. А я думаю, куда бы вся одежда, блин, делась? Оказывается, я ее приготовила, чтобы убрать. Такие вот босоножки АК Валентина. Ну, типа, довольно удобные. Но они широкенькие, такие, знаете, ну, как бы километражи там какие-то большие ходить в них неудобно. Но, в принципе, они такие изящные, симпатичные. Вот это мои любимые. У меня почему-то все в собачьих волосах. Хотя, к чему я удивляюсь? У меня собаки обеленяют сейчас. Вот эти мои любимые босоножечки, которые я из Голландии привезла. Это Miss Selfridge. Люблю этот бренд. С бантиками. Хотя, когда я их купила, на самом деле, мне казалось, они такие бабские. Знаете, типа, такие туфли. Ну, чтобы как бы каблук, но удобный. Знаете, такой пенсионерский. Но сейчас я их со временем очень полюбила. Видимо, в силу, опять же, возраста, по-моему, очень хорошие босоножки. Очень много всего на присылали. Вот такие вот. Но они идут, как называется, вот с такими длинными, высокими, шелковыми застежками. Что, на самом деле, для меня не очень удобно. Но смотрится так симпатично, прикольно. Короче, к лету я готова, блин. Есть еще одни босоножки, но у них есть проблема, которую нужно решить. Как и любой из проблем. Еще, короче, я реально соскучилась по весне, по лету. Я обожаю весну, блин. Обожаю, когда начинает вот все таять. Несмотря на то, что многие жалуются, что какашки вот из-под снега. Теперь мне в каждом видео разговаривают про какашки. Ну, что делать? Несмотря даже на то, что все тает, везде вот эти вот трупы животных, какашки. Это, конечно, очень приятно, но тем не менее. Вот это вот именно предвкушение весны. Лето, то есть это уже априори, ну, как правило. Лето это тепло, купаться там, солнце, да, дай бог. Вот, потому что не каждое лето бывает жарким, но в основном все-таки, да, плюс-минус. Лето это тепло, уже это все знают, априори. А весна это именно вот ожидание. Это томление, предвкушение, знаете, вот это я обожаю. Предвкушение чего-то хорошего. Короче, как я далеко зашла. Вот, такие босоножки, крутые на самом деле, босоножки, не особо удобные. Но здесь набойки, кстати. Чего я вру, тут есть набойки. Только потом, что надо их сдать, я поняла, что они уже сделаны, круто. Здесь вот такой был каблук прикольный, эти железные. Но, конечно, когда делали набойки, его вот уже сделали каким-то темноватым. Но, по крайней мере, сделали набойки уже неплохо. Тут какие-то мои вязанные топы, какие-то ужасные, если честно. Я думаю, что их, наверное, можно, наверное, распустить. Помните вот эти вот в виде прокладок какие-то? Ну, может, они неплохие. Короче, ладно, все, я пока это все уберу. Вот это вот шорты, когда я была малютка, когда я была с бывшим на Кюросау, Таварубе, первые разы. Вот какие-то, мне кажется. Я влазила в эти шортики для школьниц. Сейчас я нажимаю, Лена. Вообще, кстати, это что? С? Вообще, это С, как я понимаю, кстати, размер. Но я в них вообще не влажу. Может быть, они сели, конечно же. Но не могла же ей стать толще. Ладно, конечно, я стала толще, но они реально прям мини-ми. Конечно, я в них не влезу. Не знаю, что с ними делать, они такие маленькие. Когда не влазишь в шорты, на самом деле, конечно, это неприятно. Здесь еще, на самом деле, там много мешков. И я уже в течение, наверное, полутора-пять же лет, где-то, если не больше, разбирала, там, двух лет периодически вещи. И что такое-то плала. Я даже не знаю, вот для чего это. То ли это походу кому-то отдать эти вещи. Или убрать. Я даже не знаю. Но иногда в таких мешках проходит что-то прекрасное и забытое. Какие-то перчатки вообще. И прекрасные шапки. Это вообще мама что-то разбирала со своего гардероба. И я сказала, что... Кстати. Какая интересная шапка. Вообще, что-то, кстати, в этом есть. Мне кажется, если как-то прикольно надеть, так вот как-нибудь, я не знаю. По-моему, по-молодежному. Вязка прикольная. Сколько мешков? Я не знаю. Короче, я их потом разберу без вас. Это я вам рассказывала. Это когда была пандемия, короче, вот от начала. У меня, помните, была тема, я каждый день создавала какие-то луки. И делала прикольные прически, макияжи. И вот потом я нашла тонну мешков. Короче, папа нашла на антресолях с одеждой, которую я убрала. Потому что не было некуда девать. Я ее убрала. И нашла много любимой одежды. Забытой одежды. Вот. И было приятно в ней фоткаться. Все новое, как бы, забытое, старое. Для фоточек классно. Все время что-то, то, что давно уже никто не видел. Но, наверное, пора от нее уже тоже сбавляться, короче. Это прям вот с придыханием. Это лабутенчики. Которые мы покупали при селе. Они такие уже, конечно, слегка, уже не слегка, уже, наверное, побитенькие. Это те легендарные лабутены, на которых на подошве написали терраса. Вы видите, какая прекрасная подошва красная. Уже нифига не красная. Ну, ее уже тоже надо делать скоро. Короче, на самом деле, лабутены, это вообще такая вещь. Во-первых, говорят, они неудобны. Но мои вот эти удобные. Потому что это не туфли, не босоножки, а сапоги. В сапогах всегда удобнее, да, в принципе. Они сразу же, носочки эти стали обдираться. Кожа очень мягкая, нежная, блин. Эта красная тоже сразу обдирается. Короче, конечно, эта обувь такая. Знаете, села в машину, зашла в ресторан, поела, села обратно и поехала домой. Непрактичная от слова совсем. Почему я разговариваю сегодня, как какая-то бабка. Вот, потому что у нас, кстати, солнце вышло. Как прекрасная. От этого я стала какая-то еще более припухшим. Я нашла самую сексуальную обувь моего гардероба. Пляжный. От них прямо повеяло, знаете, морюшком. Лизать не буду при вас, по крайней мере. Мне кажется, они могут быть соленым еще. Кстати, я нашла легендарь платье. Потому что в этом платье я была на Ксюхиной свадьбе. И она выходила замуж, короче, я была в этом платье. Я привезла Слорет де Мара с Испанией. Он такой длинный, все какой-то пёс, рассветка со мной лежуткая. Что есть, то есть. Так, вот это мои любимые босоножки. Бенни! Отклеивается стелька, короче. Мне кажется, я их даже, может, покупала в этом. Я их покупала в Бенкорфе. Нет, не Бенкорфе. Ну, короче, на Золанда. В общем, у них стелька. Отклеивается, надо ее приклеить. И на самом деле у них уже все отклеилось, по-моему, нафиг. Все сразу отклеились. Но в темноте это, конечно, не так заметно. Знаете, но издалека они прикольные. Главное, что они очень удобные. Несмотря на то, что они высокие. У меня тут просто фабрика пластиковых мешков. Еще они legendary трусы. Нет, не трусы. Это вообще-то шорты. Души Аруба. Вот, это арубские шортики. Их можно поставить на спорт. Следующая обувь, это моя боль. Они не такие, конечно, были уже совсем прям дорогие. Но они не дешевые. Это конзо. Макосины вот такие вот. Парусины. У них уже какие-то все пыльные. Короче, они вообще не ходибельные. У них есть, я уже вам их показывала, наверное, вот такая хрень. Я одну попробую выразить. Наверное, это была плохая идея. Короче, у них есть вот такая резинка. Наверное, вам ничего не видно. Короче, тут резинка. Вообще, в принципе, задник довольно твердый. И эта резинка просто впивается себе в кожу. Я попробовала ее отрезать частично. Но это не спасло, конечно же, ситуацию. Короче, я не знаю, что с ними делать. Потому что они прикольные, красивые, стильные. У них, конечно, грязненькие, что они валяются. Короче, по-нормальному я надела их, наверное, только раз. И у меня просто в мясо стерлись все ноги. Как бы сексуально это дедание звучало. Они действительно красивые. Они брендовые. Мне их жалко. Но я не знаю, что с ними делать. Потому что в них ходить невозможно. Если у кого-то есть советы, я знаю, что у вас на все есть советы. Вот. Когда-то мне уже даже говорили, какие цветы. Я сейчас не помню. Так что пишите еще раз. Слушайте, я нашла сапоги, про которые я вообще забыла. Мне кажется, есть осенние сапожки вот такие длинные. Это очень круто, на самом деле. То ли я их из Голландии привозила, я вообще про них не помню. У них замечательная новость. Так, здесь у меня есть юбка. Вот неюши мне тоже прислали в прошлом летом. Она мне большевата. Она очень прикольная. Но я не знаю, что делать. То ли ее все-таки подшить. То ли кому-то подарить. Что делать, я не знаю. Вот такие осенчики. Тоже уже старенькие вот валяются. Но, кстати, они хорошие. Можно на них походить. Так, псевдохермес. По-моему, Саруба где-то я купила. Потому что мне что-то было неудобно ходить в своих шлепанцах. Или у меня вообще не было шлепанцев. Я взяла вот этот псевдохермес. Но на самом деле он довольно терпимый по удобству. По-моему, их нет. Он не порвался. Короче, в Озерске все равно не знают, что такое хермес. Поэтому можно ходить. Так, вот эти я покупала на свадьбу двоюродного брата. Он уже развелся. И второй раз вернился. Вот такие вот босоножки. Босоножки H&M-овские. У меня все пыльное. Потому что на самом деле... Что у собаки, блин. И туда попадает все время пыль. Короче, такие. Они вот чуть-чуть даже тяжеловаты, я бы сказала. Я не знаю, почему я в них очень редко хожу. На самом деле. Хотя они довольно, опять же, удобные. Это вот из каучелла. А вот это платье тоже легенда. Платье легенда. Потому что это было манговское платье. Такое красивое. И, во-первых, мне его купили на выпускной. В колледже искусств. Это было 50 миллиардов лет назад. Потом я в нем как-то тусовалась. У Ксюхи, кстати, опять же, на день рождения. Помню, что такое. И, короче, мы курили кальянчик какой-то маленький. И я его дернула. И он упал. Угли упали на платье. На мои ноги. Короче, я была в жулах. И меня тогда мой бывший, короче, на мотоцикле повез в спортбайке. Мы сегодня как разговаривали очень странно. Короче, он повез меня в приемный покой. Мне перевязали, там что-то намазали. Короче, мы поехали дальше тусить. О, молодость. Вот, это платье мне папка, по-моему, или мы какой-то сдали. Короче, мы его обрезали. Сделали из него топ. Потому что оно прикольное, красивый цвет. Вот. И оно хорошо смотрится. Короче, мы его решили не выкидывать. Мы просто обрезали. Еще одни неходибельные туфли. Надо их какой-то, наверное, надеть. Мне кажется, я в них не рискнула уже. Я раньше-то не рисковала, а сейчас подавно. Надо, типа, только если уже, знаете, когда уходит последний поезд. Пошка, наверное, не знаю, к 50, может, я их надену уже. Короче, вы посмотрите, какая маленькая подошвечка. Потому что они вообще, видите, прям нога, как у балерины почти стоит. Но это, конечно, не дай бог подвернуть ногу в таких. Я не знаю, что с ними делать. Они очень-очень крутые. Они очень классно на ноге смотрятся. Очень так, типа, даже изящно. Не смотря на то, что такая довольно копытная такая форма. Но я почти в них тоже, мне кажется, ходила несколько раз всего. Я не знаю, что. Ну, померьте, кстати. Мне кажется, сейчас таких вот я даже не рискала уйти с дома. Так, еще одни довольно стильные макосины, на самом деле. Из праймарка. И довольно, по-моему, даже удобные. Но я почему-то в них особо не хожу. Я не знаю, с чем это связано. Почему-то в макосинах я не очень часто хожу. Кстати, для тех, кто все-таки пропустил это видео, вот она тоже в обувь положить. Опять все волоснеблен. Мои новые шелковые волосатые в бете вот такие прекрасные туфельки. Их я особо жду уже, когда можно выдадить, потому что они безумно удобные, безумно красивые, блестящие и просто офигенные. А тут еще такие есть у меня. Тоже их надо помыть. Кедики. Наверное, H&M или праймерка. Это праймерка уже. Нет, H&M. Им тоже уже очень много лет. Они, кстати, скользкие, ко всему прочему. Это, знаете, когда появилась мода на такие вот... Они уже, конечно, старенькие. Вот такие ботинки, но при этом у нас их еще особо не продавали. Я бы приехала с Европы. И, короче, ну, Тимбалэнды, конечно, там за сколько? За 10 тысяч, за 8 я не хотела покупать. Поэтому я купила вот такие Катерпиллер, но они, ну, как бы, не очень как-то стильно смотрятся. Мой взгляд, отчего, они скользкие. Поним, они стоят, короче, здесь. Короче, теперь у меня вся комната в развалинах, в шмотках. И костюмы концерта Филипп Киркорова торчат с шкафа. Так что, если интересно продолжение, пишите в комментариях. Не уверена, что это было очень интересное и полезное видео. Вот, обувь это еще далеко не вся из моей обуви. У меня еще есть второй шкаф. Есть еще там, по-моему, какая-то обувь. Может быть, на антресолях. У Любки, у Каринки. Короче, вот. Какие дела? В общем, пишите свои мысли, что хотите, не знаю. И мы увидимся в следующем видео. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока.